Дорогие зрители, качайте моды только из проверенных источников, с официального форума игры или с помощью таких видео, как это. Если вы будете качать моды с каких-то сомнительных сайтов, это может повредить вашему компьютеру и вашей игре. Будьте осторожны! Всем привет, ребята, с вами Джов и это матпак для патча 0.9.4. Сборка самых стабильных и самых нагибучих модов для мира танков. Самые продвинутые и интересные прицелы, информационные панели и панели повреждений, ХВМ, ангарные моды, ХП в ушах, умная миникарта и многое-многое другое. Все эти моды, ребята, помогут вам правильно играть и побеждать своих противников, у которых их, возможно, и нету. Так что качайте, пользуйтесь и играйте на здоровье. И помните, что мы это делаем специально для вас, чтобы помочь вам играть с комфортом и удовольствием. Ну а просим мы за это всего ничего. Только лайк под этим видео, подписку на наш интересный канал и приятный комментарий, если вы посчитаете его нужным оставить. А дальше, ребята, в нашем видео пойдет перечисление всех модов и я вам настоятельно рекомендую его посмотреть, чтобы знать, что у нас есть, как это работает и чем вам это поможет. Приятного просмотра! Ну и, во-первых, о самом установщике нашего модпака. По вашим многочисленным просьбам мы добавили превью картинок, чтобы вы во время установки могли смотреть, какой именно мод вы ставите. Теперь больше не придется гадать и думать, тот ли я мод ставлю или не тот. Теперь сразу будет видно, что вы конкретно ставите. Плюс ко всем модам есть краткое описание. Пользуйтесь на здоровье! Также, ребята, в этом патче мы добавили фирменный ангар Джова. Минималистичный, красивый и стильный. Этот ангар понравится любителям минимализма и тем, кто хочет сэкономить немножечко фпс. Также мы обновили список танков в ангаре. Добавлены уровни боев, наличие или отсутствие мастера, а также процент побед на конкретном танке. Очень удобно, ребята! Пользуйтесь! Еще один очень удобный мод это общие хп команды. В дополнение к нашему моду хп в ушах команды, этот мод помогает лучше ориентироваться в том плане, выигрывает ваша команда или проигрывает. Потому что очень часто бывает так, что вроде бы союзников осталось много, но при этом хп у этих союзников практически нет и вы из-за этого неправильно поступаете. Еще один очень интересный мод нам предоставил сам Wargaming, за что ему спасибо. Он называется WG Social. Он помогает публиковать в социальных сетях, таких как в Facebook и ВКонтакте, свои скрины результатов боя. Больше, ребята, не надо пользоваться предскрином и совершать кучу ненужных действий. Просто нажал одну кнопочку, залогинился и после этого сразу же шлешь свои нагибы прямо на свою страничку, чтобы все друзья могли обзавидоваться. Также, ребята, мы улучшили наши дамаг панели. Теперь в панелях от Deluxe и Gambiter отображаются не только снаряды, которые вас пробили, но и которые вас не пробили. Опять же, весьма полезное нововведение. Раньше, если вы ставили модифицированный прицел, то серверный включить было невозможно. Теперь можно. И у вас просто на экране будет целых два прицела. Клиентский и серверный. Понятное дело, серверный всегда будет запаздывать, но при этом это позволит вам более точно целиться и позволит вам нивелировать разные выстрелы снаряда куда-то вбок, совсем не туда, куда вы целились. В общем, очень полезная штука. И еще один очень полезный мод, который лично я себе обязательно поставлю, это информер результатов предыдущего боя в чате в проходящем бою. Следующий новый мод это сессионная статистика из мода P-Mod. Несколько разных вариантов на любой вкус и цвет. Если вам не нравится наша старая сессионная статистика, можете попробовать какой-то из этих новых вариантов. Еще одна полезная мелочь это то, что на экране загрузки боя вместо подсказки можно себе поставить информацию о вашем респауне. Как говорится, мелочь, но приятно. Также у нас появился мод, который отключает вспышки красного света при попадании по вашему танку. С одной стороны, немножечко в бою убавится трагедии и эпичности, но с другой стороны, эти красные вспышки не будут вас на поле боя дезориентировать и, как говорится, вы будете все легче целиться и более стойко переносить вражеские попадания. Также у нас в матпаке появился мод, который позволяет не включать ручник в снайперском режиме при игре на потасау. То есть вы играете на потасау, включаете снайперский режим и там была такая функция, что вы не можете мышкой повернуться направо и налево за пределы углов горизонтальной наводки. Данный мод отключает эту фишку и вы можете без проблем двигать мышкой в снайперском прицеле на потасау и никаких проблем у вас с этим не будет. Также мы добавили небольшой мод, который отключает инерцию скролла в аркадном режиме. Это когда, например, вы в аркадном режиме отдаляли или приближали камеру к танку. Раньше, если вы помните, до патча 0.8.11 все это делалось резко. После этого разработчики решили это исправить и теперь это делается плавно. То есть кому что нравится, кто любит резко сразу приближать, а кто любит приближать плавно. Мод на направление стволов на миникарте подсказывает вам, куда смотрят ваши противники, если вдруг они находятся далеко от вас или за каким-то зданием или стеной. Мод на 15 метров от танка подсказывает вам, на какое расстояние вам надо отъехать от кустов, чтобы не светиться после выстрела. Не забывайте изучать механику нашей игры. Мод на белые сбитые гусеницы точно вам подскажет, когда ваш противник находится на гусле, а когда нет. Очень удобно, если вы играете на СТ или быстрых ЛТ и любите гуслетяжи или потасау. Еще один полезный мод, это мод для ведения стримов на сайте Твич ТВ. Если вы начинающий стример, вы хорошо играете и хотите со всеми поделиться вашим офигенным нагибом, ставьте этот мод, регистрируйтесь на сайте Твич ТВ и вперед! Слава ждет вас! И конечно, в нашем матпаке есть, как всегда, белые трупы танков и улучшенный зум Х-16 и Х-25. Пользуйтесь на здоровье! А теперь, дорогие зрители, я расскажу вам о старых модах, которые уже были в предыдущих матпаках. Самое главное у нас в игре – это удобный прицел, ведь от нашей точной стрельбы и зависит их сход боя. Первый прицел – это прицел, которым пользуется сам Джофф уже в течение двух лет. Лаконичный, простой, с четким ярким сведением. Минималистичный прицел отличается тем, что в нем нет ничего лишнего – только перезарядка, только количество ХП в процентах и удобный маркер в виде квадрата. Но кроме этого, сведение этого прицела окрашивается в красный цвет, пока у вас идет перезарядка орудия. Мы добавили для вас еще три варианта этого прицела. Первый вариант мы назвали бирюзовый. Он отличается ярким цветом морской волны и высокой контрастностью на всех лесных или пустынных картах. А вот на зимних с ним могут возникнуть проблемы, так как он будет немного сливаться с местностью. Следующий вариант – это выбор известного вододела вспышки. В нем практически все то же самое, что в стоковом варианте, кроме того, что сведение оставлено стандартным. И последняя вариация минималистичного прицела – это выбор вододела Amway. Отличается другим шрифтом надписей с приглушенным зеленым цветом, плюс они на русском языке. Следующий прицел – это прицел Муразора. Жирные и хорошо читаемые надписи, удобный шрифт, жирная полоска ХП и перезарядки, плюс очень заметное сведение, которое во время перезарядки тоже окрашивается в красный цвет. А это футуристичный прицел из шутера Ghost Recon. Очень красивый, очень насыщенный и занимающий очень много пространства на экране. Кроме стандартных вещей, он умеет показывать перезарядку противника и его обзор. Супер информативный прицел от мододела из Европы MeltyMap. Самый подробный и самый проработанный. Я просто перечислю все его возможности. Пробитие вашего снаряда с учетом расстояния, перезарядка противника, расчет угла наклона брони, при котором возможно пробитие, и самое главное – отображение шанса засвета врагом вашего танка. То есть прямо на поле боя вы будете видеть, насколько вероятен шанс, что ваши противники вас засветят. Прицел подойдет для опытных игроков. Новичкам я советую начинать с чего-то попроще. Плюс у нас есть два прицела специально для артиллерии. Первый – это прицел Дамоклов меч, расчет времени полета вашего снаряда, дальность до цели и максимальная дальность полета, скорость цели, расчет сплэша, индикатор УВН и индикаторы скорости цели назад и вперед. Второй прицел называется Тайпан. В нем не так много фишек, но он может понравиться тем, кому Дамоклов меч кажется громоздким и перегруженным. Тут есть индикатор УВН, круг сплэша, время полета снаряда и дальность полета. Также ко всем прицелам мы добавили два дополнительных сведения. Первое, которым пользуется Кирилл Орешкин, яркое и анимированное, и второе с индикатором угла вхождения снаряда. Индикатор обстрела. Четко показывает, откуда по вам введут стрельбу и заодно отсчитывает секунды, чтобы вы могли по памяти подсчитать перезарядку противника. Отключение стрельбы по союзникам и трупам. Если у вас бывали случаи, когда вы случайно попадали в вылезшего перед вами союзника или пытаясь добить попадали в труп врага, этот мод для вас. Стрельба по трупам блокируется только в течение двух секунд после уничтожения врага, а стрелять по союзникам можно, если зажать кнопку Alt. Еще у нас есть корректировка дальномера. Если вы уже почти свелись на врага, а враг внезапно пропал из-за света, то еще 4 секунды прицел не будет шевелиться и будет целиться только в эту же точку. Калькулятор брони подсчитывает вашу лобовую и бортовую броню с учетом наклона и до ворота корпусом. Броня рассчитывается исходя из той точки, в которую вы сейчас смотрите. Важно! Учитывается только броня в ЛД и бортов. НЛД и экраны в расчет не идут. Углы горизонтальной наводки важный мод, если вы владелец ПТ-САУ или САУ. Он показывает, насколько может повернуться ваше орудие вправо или влево. В этом матпаке мы добавили сразу несколько вариантов. УГНы в виде углов, УГНы в виде полукруга, УГНы в виде большого полукруга и УГНы от прицела Мелтимэп. Информационная панель танка в зависимости от варианта может показывать броню, обзор и перезарядку противника. В нашем матпаке есть три варианта такой панели. Первый вариант. Минималистичный для опытных игроков. Показывает только обзор цели и перезарядку. Простая панель. Показывает броню танка, его обзор, перезарядку, массу, пробитие топового орудия и урон. Цветная панель. Все то же самое, что у простой панели, только в другом стиле. Панель повреждений. Мод, который отображает, сколько урона по вам нанесли враги и каким типом снаряда. Если вы хотите быстро ориентироваться на поле боя и рассчитывать ваши шансы на победу в перестрелке с врагом, этот мод для вас. У нас есть четыре варианта дамаг панели. Панель как у Джоа. Обычная панель, которой Джоа пользуется уже больше года. Показывает нанесенный урон и тип снарядов. И расходники. Панель повреждений от мододела Гамбитер. Все то же самое, что у Джоа, только немного в другом стиле. И последняя панель минималистичная. Занимает очень мало места и по этой причине может кому-то понравиться. История сообщений в чате. Просто удобный мод, если вы хотите быть в курсе всех перепалок и криков игроков о том, кто сильнее, кто кого по IP вычислит и так далее. Также мы добавили мод, который сообщает в чат союзников о вашем засвете. Но в отличие от других модпаков, наш мод включается только когда у союзников остается не более пяти танков. Таким образом, в начале или в середине боя чат не захламляется бесполезными сообщениями. Звоночек крита заменяет различные попал и есть попадания на удобный звонок, когда ваш снаряд попадает во внутренние или внешние модули танка. Отдаление камеры позволяет осматривать поле боя с высоты птичьего полета и замечать, где стоят танки противника, куда они смотрят и просто наблюдать за тем, что происходит в бою. Также мы добавили свободную камеру, которую Wargaming выдал игрокам для создания роликов. Она включается сочетанием клавиш Caps Lock плюс F3 и позволяет в реплеях или после смерти в бою летать по карте как птица. Очень удобная вещь, если вы любите делать красивые видосы по нашей игре или просто хотите посмотреть на все со стороны. Включив горизонтальную стабилизацию в снайперском режиме, вы наверное замечали, что танк стал ездить намного плавнее, но при этом странно дергается при каждом выстреле. У нас есть мод, который может отключить эти дергания. После его установки езда и выстрелы в снайперском режиме станут очень комфортными. No Scroll это мод, запрещающий колесико мышки уводить вас в снайперский прицел. Специфичный мод, который пригодится тем игрокам, что привыкли пользоваться только левым шифтом. Отключение камуфляжа. Мод для тех, кому не нравится танковая раскраска в игре. Хочу заметить, что камуфляж танков отключается только на вашем клиенте. Для всех остальных игроков он виден. Шкурки с зонами пробития нужны мод для начинающих игроков. Он показывает вам, где расположены модули на танках и куда стоит выцеливать врагов. Мод на декале попаданий показывает вам, какие из выстрелов ваших врагов вас пробили, а какие нет. Зеленый цвет это не пробил, красный пробитие. Яркие ЖД платформы на картах помогут вам удобнее выцеливать врагов на таких картах, как Энск, Уайтпарк или Прохоровка. Мелочь, а удобно. Мод на увеличение дальности видимости убирает на картах туманную дымку вдали. Теперь он не полностью убирает туман, а лишь отодвигает его на расстоянии в 700 метров. А теперь ангарные моды. Статистика сессии это мод, показывающий ваш процент побед, средний опыт, средний урон и количество серебра, что вы нафармили за серию боев. Можно выставить период за одну игровую сессию или за целые сутки. Вертикальное дерево развития танков это мод для наших зрителей, которые все еще помнят, что когда-то дерево танков было именно таким. Список танков 2 ряда понадобится тем, у кого ну очень-очень много танков в ангаре. Упрощает поиск нужной машины. Также в нашем модпаке есть мод, показывающий уровень боев во взводе. Небольшой мод на пинг серверов покажет вам, на каком именно сервере лучше всего играть из вашего города. Расширенные описания навыков экипажа – обязательный мод для новичков. Он подробно и популярно рассказывает, на что влияет тот или иной перк и как быстро он качается. Как вы знаете, разработчики убрали такую функцию, как автозапоминание последнего выбранного вами сервера. У нас в модпаке есть мод, который возвращает эту функцию, и вы теперь снова можете постоянно заходить именно на тот сервер, который вам нравится и на котором у вас лучший пинг. И последний ангарный мод – это, конечно, часы, чтобы вы точно следили за тем, сколько часов просидели за компьютером. Альтернативные маркеры техники понравятся тем, кому надоели стандартные отваргейминга. В отличие от последних, у этих маркеров показывается ваш урон и урон со взводных отдельно, плюс сами цифры урона тоже отлетают отдельно, а не суммируются. Индикаторы фокуса цели и защиты союзника, которые появляются над танками, у которых осталось мало хп. В случае с противником это подскажет вам, в кого надо стрелять первым, чтобы сделать минус ствол. В случае с союзниками – кого следует защищать и прикрывать. Один из главных модов нашего модпака – умная миникарта с сонаром. Она показывает квадрат отрисовки на карте, в пределах которого вы можете стрелять по чужому засвету, она показывает круг засвета, в пределах которого вас могут засветить, она показывает название танков и точки их последнего засвета. В ушах команды также произошли изменения. Мы добавили мод на подсвет противников. Теперь вы можете постоянно следить за тем, кто из ваших врагов находится в подсвете, а кто нет, и лучше планировать свои действия. Есть два варианта мода – в виде лампочек и в виде красно-зеленых точек. Лок личного урона – любимый мод скилловых игроков. Он прямо в бою показывает, сколько урона вы нанесли и по каким танкам. Мы добавили на выбор несколько вариантов картинки перка «Шестое чувство», чтобы каждый мог себе выбрать то, что ему больше нравится. Плюс добавили и два дополнительных звука оповещения. Теперь у нас всего три звука – громкий, средний и совсем тихий. Также, ко всему прочему, добавился звук отчета засвета танка. Он идет в течение 10 секунд и помогает вам лучше понять, когда ваш танк пропадает из засвета, и можно уже не бояться плюшки от артиллерии. Конечно, все случаи индивидуальны, и этот мод не дает гарантии, что вы пропали из засвета, а лишь подсказывает при условии, что вы среагировали и сразу спрятались. Альтернативные иконки танков в ушах команд – это для тех, кому надоели обычные иконки и хочется чего-то нового. Мы добавили три варианта. Первый – обычные иконки с надписями. Второй вариант – цветные иконки, яркие, заметные и меняющие раскраску в зависимости от класса техники. И третий вариант – реалистичные иконки. Они сделаны на основе ангарных иконок танков. Появилась альтернативная миникарта, сделанная мододелами Евросервера. Она отличается стилистикой надписей, другой цветовой гаммой и тем, что разные уровни танков отображаются на ней по-разному. Плюс, как сообщают игроки, эта миникарта не так сильно просаживает FPS, как миникарта из мода XVM. И последний наш мод – это наша собственная разработка Вот Твикер Плюс. Этот мод убирает некоторые спецэффекты нашей игры. Дым и огонь при выстреле, разрушение объектов, эффект уничтожения танков и прочее. И тем самым он помогает повысить FPS на вашем компьютере. Мы не гарантируем, что он кардинально поможет в каждом случае, но в среднем на не очень мощных компьютерах он помогает поднять производительность. Что тут говорить? Даже я сам им пользуюсь, хотя у меня вполне мощный стационарник. А все для того, чтобы дым от уничтоженных танков или эффекты взрывов не мешали мне прицеливаться в бою. Кроме этого, если у вас совсем слабый компьютер, ввод Твикер Плюс может пережать текстуры ваших клиентов более простые и легкие. Конечно, после этого игра у вас будет выглядеть как шутер 99-го года, но зато и FPS заметно повысится. На этом, ребята, наша дружная компания Матпака Делов с вами прощается. Спасибо, что посмотрели наше видео и спасибо, что пользуетесь нашим Матпаком. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, где много интересных и познавательных видео. Удачных вам боев и сочных побед. Чао, какао!